Старшиня Абл Виканкама Иван Крупко лечить необходим больше активно використовывать потенциал молодых людей. Для реализации этой идеи на широку предприятий будут увидены посады наместников-директоров для стажировки молодых специалистов. Об этом керавник в области поведомил подчас сегодняшней встречи с молодью в рамках диалоговой пляцовки «Конституция сила основного закона». Диалоговая пляцовка на этот раз начинается не совсем традиционно. Старшиня Абл Виканкама демонстрирует распроцовки, представленный в рамках республиканского инвестиционного проекта «100 идей для Беларуси». У ближайшей автораку Минску в одиннадцатый раз пройдет финал конкурса, у яким примутюделы и представники региона. 44-я Гомельская школа представит ферму по аутылизации пластику специальным видам жуков. В ходе эксперимента мы установили способность жуков за Фобос морю, личинок жуков за Фобос морю, потреблять и переваривать пластик. В ходе проведения инфракрасного анализа мы выяснили, что он полностью биодеградирует пластик и не представляет никакой угрозы для окружающей среды. Иван Крупко не просто знакомится с распроцовками, а лея текается махчимостями их практичного применения. Гидропонная ферма призначена для выросшивания томатов, огурков и клубниц. Старшиня Абл Виканкама прямая решение – подтримать молодого выноходника. Надо масштабировать, попробовать в рамках небольшой теплицы фермера или в лесохозяйственных организациях. Они занимаются, у них есть возможности провести этот этап в таких промышленных условиях, более крупномасштабно. Если какая-то помощь надо будет, давайте мы этот проект поставим на заметку. На сострешу со старшиней Абл Виканкама у Гомель приехали коля 270 представников из всех регионов в области. Закрытых для обмеркования тем нема, а ле бадай самая головная – референдум. На вот, чтобы принимать изменения и дополнения в Конституцию, и на кольки активной подчас этой политической кампании повинна быть молодь. Иван Крупко переконан и, калле я саправды хвалюю будущее краины, прийти на участки для голосования – необходно. Урешті размова идти об новом этапе развития Беларуси. Мы хорошо понимаем, жизнь не стоит на месте, и сейчас у нашей Беларуси новый этап развития. Меняется внутренняя и внешняя политика, появляются новые реалии. Цифровизация затронула практически все сферы жизнедеятельности. Поэтому несколько лет назад президент страны поднял тему актуализации Конституции. Все эти годы велась серьезная подготовительная работа. Именно она позволила оперативно подготовить итоговый документ, который был вынесен на всенародное обсуждение. Нам, уважаемые друзья, дана уникальная историческая возможность создать действительно народную Конституцию. Сиротного ведения, в який пропануется унести у Конституцию, саденешение державы у сибаковому развитию молоди. Причим, гэта не декларация. Все лета на Гомельшине почнется реализация проекта по патрынце молодых специалистов. Для их стажировки на широку предприемств будут уведены посады наместников-директоров. Сустреша молодей со старшинью Аблвыконкама протягалась около двух годин. За этот час были обмеркованы и самые разностайные пытания. От проблемных моментов у экономицы до развития районов с уликами мясовых особливостей. На самом деле для молодежи Гомельщины такие встречи, такие открытые диалоги очень важны. Потому что здесь молодежь на данной площадке, молодежь может задать любые интересующие вопросы. Не просто задать, но еще и рассказать о своих инициативах. То есть то, что они готовы делать для области и для государства в целом. Сустреша старшинья Аблвыконкама Ивана Крупко с молодью саправды отрымалася корыстной для усих удельников. А тому гэтую практику вырешена продолжить и в дальнейшем. Олег Сентяров, Дмитрий Котов, Валерия Гапанькова, Селя Сипцов, Телерадио, компания Гомель.